Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении в студии Константин Гиргая. Партнер нашего выпуска – компания «Ивстар». Интернет без логинов и паролей. С 7 декабря абонентский отдел работает по новому расширенному графику. Подробности в завершении выпуска, в котором вы увидите. Всероссийский прием населения. Городская власть открывает двери. Дед Мороз для Ивантеевской детворы. Сегодня уже начали развозить подарки новогодней акции. Телегриль Барт. Борис Подберезин приглашает на творческий огонек. Об этом и многом другом прямо сейчас. 14 декабря – Всероссийский день приема населения. По традиции, этот день приурочен ко дню Конституции 12 декабря. Личный прием граждан в Ивантеевке провели глава города Сергей Гриднев, руководитель администрации Александр Ракин и его заместители в здании администрации города Ивантеевки. На прием главе города приходят далеко не все записавшиеся. После фиксации сути проблемы вопрос начинает решаться уже на стадии подготовки приема. Просто не хочется входить в подъезд, будем так говорить. И одна стена справа на входе, она часто просто мокрит. Михаил Алексеевич обеспокоен отсутствием ремонта в подъезде, благоустройством двора. Глава города не спешит удовлетворить просьбу. Я знаю, что последний раз мы делали ремонт в 2006 году. Скорее всего, да. Хотели мы сделать ремонт этого подъезда в этом году? Хотели, даже запланировали. Но когда посмотрели по задолженности, жители решили, что у нас есть дома и есть подъезды, где жители платят в полном объеме коммунальные платежи и вовремя. И решили, что таких нужно поощрять. А вот там, где у нас такие долги, ну как-то поощрять не очень хочется. Однако Сергей Гриднев идет навстречу посетителю и обещает дать команду управлению городского хозяйства рассмотреть вопрос и отремонтировать хотя бы наиболее вопиющие участки подъезда. Проблемы расселения и благоустройства в основном на приеме населения. Зато, замечает глава города, гораздо меньше стало жалоб на медицину. Настроение Сергея Геннадьевича – помочь каждому. Должен быть настрой. Вот если есть у тебя настрой на решение проблемы, то тогда ты их будешь решать. А если нет настрой на решение проблем, не только у меня, а у любого сотрудника администрации, всегда найдется тысяча причин и уловок в законе, которые дадут возможность не решать проблему, не решать. Обидно в том, что иногда люди приходят, ты им стараешься помогать, а они обманывают. И таких много. То есть лучше бы человек сразу рассказал правду, и я бы тогда подумал, ну надо помогать, не надо помогать. А если помогал, то знал бы все скелеты в шкафу. А иногда я начинаю человеку помогать, ведь это же не просто Гриднев сказал, это будет. Все равно мы делаем запросы в ЕГРП, мы делаем запросы в паспортные, может быть, в полицию, еще куда-то, в зависимости от обращения. И зачастую человек от меня что-то скрыл, я начинаю помогать ему, потом вылезает проблема. У меня начинают, ну, Сергей Геннадьевич, ну извините, мы не думали, что это надо, а иногда и не извините, мы не думали, что это вылезет. У руководителя администрации Александра Ракина на приеме в приоритете земля и также проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Всего в день всероссийского приема населения в администрацию города пришли 35 человек. Все вопросы рассмотрены, по части из них даны разъяснения, остальные направлены главой города на детальную проработку в профильные службы, сообщает пресс-служба администрации. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы главе города Ивантеевки Сергею Гридневу на личную электронную почту. А в понедельник глава города Сергей Гриднев дал старт новогодней акции «Подарок ребенку». Личным примером решили призвать ивантеевцев к новогоднему чуду, также руководитель администрации Александр Ракин и его заместитель Надежда Зарубина. Я настоящий Дед Мороз, я вам известие привез, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге. 14 елок с эксклюзивным дизайном – подарок ребенку, установленный в ивантеевских магазинах и торговых центрах. Не пройти мимо и сделать доброе дело – задача каждого ивантеевца. Так как у меня лапочка дочка, то я выбираю вот эту девочку. Надежда Алексеевна выбирает мальчика. Я выбрала мальчика, трехлетнего. Вероника пять лет. А у меня Максим. Вероника пять лет. Руководитель администрации Александр Ракин и его заместитель Надежда Зарубина из всех возможных вариантов подарков выбирают игрушки. Ну и цены. А вот это пасты. Может ей несколько куколок выбрать? Вы говорили лего для девочек какие-то развлекательные. Пойдемте, да, лего, конечно. Любая бабушка, имеющая трехлетнего внука, захочет выбрать мальчика такого же возраста, такого же лапочку, симпатяшку. И поэтому очень хотелось, чтобы этому мальчику был подарок, ну может быть даже перекликающийся с желаниями моего внука. Я знаю, он очень любит машинки у меня, поэтому я тоже выбрала машинку. Предновогодняя акция проходит в Авантеевке уже 14 лет. В этом году более 200 малышей и ребят постарше нуждаются в новогоднем чуде. Ведь это именно чудо – получить игрушку, сладость или открытку с пожеланиями от незнакомца. В этом году сбором и доставкой подарков занимаются отдел по делам молодежи и комиссия по делам несовершеннолетних. Конечно, в образе сказочных персонажей. Это прекрасно, что в нашем городе проводится такая акция, потому что не у всех родителей есть возможность купить какой-то подарок. Не у всех, у кого-то бывают жизненные трудности, а по этим обстоятельствам они не могут получить подарок. И когда мы приходим к деткам, они нас видят, то есть вот эти глаза горящие, вот эта вот радость, они бегают, прыгают, они настолько счастливы, что мне кажется, что это того стоит ради этих эмоций, ради этих впечатлений, что действительно у них будет праздник. И каждый год они нас ждут, они уже знают, что мы придем, и это очень, очень приятно. На фотографиях в основном детки из социально-реабилитационного центра «Теремок» и детского дома. А вот имена и возраст ребят из малоимущих и многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, указаны на специальных карточках, а не на фото. Взяв такую карточку и купив подарок, вы также помогаете определенному ребенку. Этот год уже показывает, что появились и новые магазины, которые участвуют в этой акции. И уже приносят из разных магазинов и сами сотрудники, и те, кто жители города, которые уже начали участвовать в этой акции. Мы еще о ней практически не объявляли. Поэтому очень хочется надеяться, что отзовутся большее количество наших горожан, которые всегда очень добры и очень внимательны к детям. И за это им огромная-огромная признательность и благодарность. Если мы это не сделаем, ну, наверное, этот ребенок будет обделен. Давайте вместе подарим счастье нашим детям. О, дорогие друзья, сколько подарков в этом году! Обратите внимание, подарки в ряде магазинов нужно отдавать на кассу. А в некоторых, например, в торговом центре «Гагарин» охраннику на первом этаже. На сегодняшний день уже около 40 подарков передали неравнодушные ивантеевцы. Развозить подарки Дед Мороз и Снегурочка начинают с 16 декабря. А значит, уже сегодня 23 социально незащищенных ребенка поверят в новогоднее чудо. С наступающим Новым Годом! Не бойся, я добрый Дедушка Мороз. Хочешь, ущипни меня за бороду и загадай желание. В понедельник сотрудники правоохранительных органов искали бомбу в магазине в Пушкино. Неустановленный пока мужчина около 9 вечера позвонил на скорую с сообщением о том, что заминирован детский мир на Московском проспекте. Сотрудники правоохранительных органов со служебно-розыскной собакой обследовали помещения и прилегающие территории. Были задействованы все экстренные службы. В ходе обследования взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация людей не производилась. Звонившему мужчине за совершение преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса, заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, грозит лишение свободы до трех лет. Прокуратура пообщалась с жителями. В день всероссийского приема населения в прокуратуре ждали посетителей. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев обычно принимает еженедельно, каждую среду. Это одна из самых важных работ в нашей деятельности, потому что граждане приходят к нам с различными вопросами. Приходят с личными какими-то проблемами, что-то дома не так, что-то в семье случилось, может быть. Что-то у них в многоквартирных жилых домах управляющие компании работают. На работе нарушается трудовое законодательство. То есть это все различные сферы абсолютно. Всего в этом году на приемах в прокуратуре побывали 286 человек. Если это относится к нашей деятельности, то мы проводим проверку, просим написать заявление, обращение к нам на регистрируемую и проводим соответствующую проверку. Либо разъясняем гражданам, куда им необходимо обратиться в первую очередь для решения их вопроса, либо просто разъясняем им законодательство, как им нужно поступить. Например, обратиться в суд или пойти обратиться в тот или иной орган, чтобы оформить необходимые документы. Примерно 10% заявлений от частных лиц требует прокурорского реагирования. Остальные заявления направляются в те организации службы, которые должны решать вопросы жителей города. В декабре в Ивантеевском суде вынесен приговор преступной группе распространителей наркотиков. Правда, пока документ не вступил в законную силу. Подсудимые знакомятся с протоколом. Да и сам приговор объемом 600 листов. Напоминаю, что 11 человек, организовавших сбыт наркотических веществ, задержали в июне 2013 года. С подробностями Татьяна Солдаткина, помощник прокурора Ивантеевки. Также Татьяна Вячеславовна рассказала о том, какой приговор вынесен жителю Молдавии, который в начале года изнасиловал молодую девушку на бережке. В начале декабря этого года состоялся приговор обвинительный в отношении 11 подсудимых. Мы уже ранее рассказывали об этих подсудимых. Все они привлекались к уголовной ответственности за организацию и за участие в преступном сообществе, которое существовало на территории нашего города и занималось распространением наркотических средств, в том числе спайсов и наркотических средств из группы амфетаминов. Ими было совершено более 11 эпизодов преступлений, в частности, те, которые были выявлены и за которые они осуждены. Приговором все признаны виновными в совершении этих преступлений и назначены сроки наказания, связанные с лишением свободы. Организаторам преступного сообщества, их трое человек, это женщина и двое мужчин, назначены сроки 8,5 лет, 7,5 лет и 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание будут исправительные колонии женщины в общего режима, мужчины в строгом режиме и один из организаторов является особо опасным рецидивистом, он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Остальные подсудимые были осуждены к различным срокам наказания, также все связаны с лишением свободы, от 5 до 6 лет лишения свободы. В результате четверо осужденных суд проявил снисхождение, назначил наказание с применением статьи 73 УК РФ, наказание было назначено условно, но срок испытателей установлен 5 лет. На них возложены дополнительные обязанности, связанные с ограничением свободы. И остальные осужденные, им назначено наказание в виде лишения свободы и собывания наказания в исправительной колонии строгого режима для мужчин и для женщины в колонии общего режима. Четверо человек, которые сразу, по мнению следствия, оказывали следователям определенную помощь в раскрытии этого преступления, четверо человек не находились под стражей, с ними проводились следственные действия, которые были направлены на увлечение других участников преступного сообщества. Эти обстоятельства были учтены в приговоре, и суд назначил наказание с применением статьи 62 УК РФ, это при наличии смягчающих наказаний обстоятельств, такие как содействие в раскрытии преступления другими участниками преступления. В феврале этого года гражданин Молдовы находился уже на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, он находился на улице Бережок и в ночное время встретил жительницу нашего города, девушку, и предложил ей проводить ее в районе этой улицы Бережок, проводить ее домой. Сказал, что в ночное время девушкам небезопасно находиться вот в таком месте. И когда они пошли в сторону ее дома, то там он неожиданно для нее напал на нее, совершил изнасилование и совершил грабеж, похитил у нее имущество, которое при себе находилось. В дальнейшем преступление было раскрыто, его привыкли к уголовной ответственности, он осужден, осужден к реальному лишению свободы. Насколько? Ему назначено наказание 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Майоров продает магазин, и эту информацию активно обсуждают в социальных сетях. Информация о продаже появилась в интернете на одном из популярных сайтов объявлений. Продается действующий торговый центр «Центральный» в центре города Ивантеевки. Готовый арендный бизнес, инвестиционный проект. Возможно, продажи как объект недвижимости, либо 100% акций компании. Все торговые площади заняты арендаторами. Возраст бизнеса 12 лет. Стоимость, согласно обновленной в конце ноября версии объявления, 90 миллионов рублей. Сам Андрей Сергеевич Майоров от комментариев отказался, заметив, что сейчас изучается вопрос. В Ивантеевке состоялись общегородские рождественские чтения, в которых приняли участие городские школьники. Утроя цвезда в небесах себе погиб. Рождественские чтения финальным аккордом проходят в культурно-досуговом центре Первомайский. Тема чтений этого года – традиции, инновации, культура, общество, личность. Андрей Макаревич в одной из своих песен нашел очень точные с православной точки зрения определения человеческой истории – эпоха большой нелюбви. Люди, в сердцах которых не было любви к своему Создателю, Богу, оказались неспособны любить и друг друга. Более того, они не смогли с любовью относиться и к прекрасному миру, который Бог дал им в тело. Обижать, обворохнуть, мучить и убивать можно только тех, кого не любишь. В этом корень всех людских страданий и бед. Сегодня слово священнослужителям, ученикам и педагогам. Чтения прошли в каждой из авантейских школ, отобраны лучшие работы. Сегодня говорят о милосердии и вспоминают христианский подвиг великой княгине Екатерины Федоровны. Жалейте каждого больного, всем сердцем, всей своей душой. И не считайте за чужого, какой бы ни был он чужой. Пусть к вам потянется калека, как доброй матери дитя. Пусть в человеке человеку увидит, сердцем к вам летя. И обнадежив безнадежность, все возлюбя и все простив, Такую проявите нежность, чтоб умирающий стал жив. Театр танца «Вдохновение» 3-й гимназии представляет танцевальный номер. А ученицы первой школы Елизавета Зиловская и Виктория Малышка провели настоящее исследование. Они представляют проект «Красный угол в современной квартире». Опросив семиклассников, девочки пришли к выводу, что только 20% современных детей знают, что такое «Красный угол» и где, по правилам, должны стоять в доме иконы. Оказалось, что люди размещают иконы как и где попало. На книжных полках, рабочих столах, музыкальных центрах, телевизорах и так далее. То есть там, где по церковным правилам помещать цветные образы запрещено. Поэтому мы поставили перед собой целью забраться в этом вопросе и составить несколько простых рекомендаций по оформлению «Красного угла». Большое внимание на чтениях уделяют развитию духовности и нравственных качеств у современной молодежи, значению музыкальных произведений в воспитании подрастающего поколения. Всего в чтениях приняли участие более трех сотен ивантеевских школьников. ПЕСНЯ Место встречи изменить нельзя. 20 декабря, воскресенье, с 15 до 17 часов. Традиционная запись ваших новогодних видеопоздравлений. В сквере центрального проезда у фонтана. С 15 до 17 часов. Воскресенье, 20 декабря. Мы ждем всех желающих поздравить город с Новым годом. Готовьте добрые слова, учите стихи и песни. Наша съемочная группа будет ждать вас на том же месте, в тот же час. С Новым годом поздравления! Загадай свои желания. И сбудутся мечты заветные. С Новым годом поздравления! В этом праздне вся твоя семья. С тобой. С нами эту песню пой. Пускай всем повезет. Плохое все уйдет. Только в этот Новый год Дари тепло своим. Люби, будь любим. И подарки все сметают цветы. С Новым годом поздравления! Загадай свои желания. И сбудутся мечты заветные. С Новым годом поздравления! В этот праздне вся твоя семья. С тобой. С нами эту песню пой. И напоминаю, что продолжается прием роликов на наш новогодний конкурс на лучшее видеопоздравление. Минутные видеоролики можете приносить на носителях к нам в редакцию. По адресу Центральный проезд, дом 1. Или присылать по электронной почте. Справки по телефону 536-49-59. Самые лучшие ролики получат призы от спонсоров конкурса. Семейного кафе Art Family, супермаркета «Глобус Пушкина», медицинского центра «Мой доктор», а также коррекционно-развивающего центра «Лечецветик». В Новый год с новой улыбкой. Стоматология «Денталь» подготовила для горожан целый ряд интересных предложений. Скидка на имплантацию и отбеливание зубов. Операция по имплантации зубов – занятие ответственное. Ведь пациенту необходимо вернуть не только возможность полноценно питаться, но и создать красивую улыбку. В клинике «Денталь» одни из лучших специалистов в области стоматологии. Операцию проводит кандидат медицинских наук Ольга Лях. Работа ведется на современном оборудовании с использованием передовой технологии. Имплантацию стараются проводить за одну операцию. Меньше вмешательства в организм, да и человеку это удобнее. Пациент Александр Воронцов неслучайно выбрал именно эту клинику. Ездил я в Москве, был в двух клиниках, и здесь уже, ну, везде приценялось, то, что цены такие, нет, даже завышенные такие цены. Предлагали, правда, сделать, все хорошо, завышенная цена. А тут в этот момент как раз увидел по телевидению, что открылась как раз вот «Денталь» у нас стоматологическая поликлиника. И мне, в принципе, не пришлось ехать куда-то далеко. Стоматология «Денталь» – одна из немногих, кто предлагает стоматологическую помощь в особой, почти домашней атмосфере. Для пенсионеров действует индивидуальная система скидок. Осмотр у врача совершенно бесплатен для всех. Вылечить кариес со скидкой до 50% можно в понедельник и пятницу. Художественная реставрация зуба обойдется в 3000 рублей. И все это под присмотром команды профессионалов. Во-первых, хочу поздравить всех настоящих пациентов и будущих пациентов с наступающим Новым годом. Пожелать всем мира и, главное, здоровья. Что касается «Денталя», в декабре у нас начинается новая акция. Мы приложили массу усилий для того, чтобы сделать имплантацию более доступной для широких группов населения. Новогодний подарок пациентам от клиники «Денталь» – сэкономленные деньги и время. Классическая имплантация зуба обойдется в 23 тысячи рублей. Правда, акция продлится лишь до конца декабря. Но находчивые пациенты могут записаться на прием на январские праздники и сохранить скидку. Встречать Новый год с прекрасной улыбкой – не чудо, а работа профессионалов. Стоматология «Денталь» находится на улице Рощинской в доме номер 9. Партнер выпуска – компания «Евстар». Городской интернет. Быстрый, честный, как надо. Телефоны 8-495-518-90-37 – абонентский отдел. И 8-499-553-09-69 – техподдержка. С 7 декабря абонентский отдел работает по новому расширенному графику. С понедельника по субботу с 9 до 13 часов. И с 14 до 20 часов. А завершает наш выпуск очередное заседание телевизионного клуба «Грильбарт». Я же Константин Гиргай, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.